Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня в выпуске. Президент Республики наградил лучший студенческий отряд. Институт физики представил дорожную карту на ближайшие годы. Французские вузы готовы к сотрудничеству. В Казани прошел третий республиканский форум трудящейся молодежи не словом, а делом. В торжественном мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. В Павловской академии спорта собрались более тысячи человек, имеющих непосредственное отношение к профессиональному празднику, отмечаемому 17 февраля – Дню российских студенческих отрядов. Лучший студенческий трудовой отряд наградил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Участие в таких проектах, как студенческие отряды – это работа в команде, это получение каких-то навыков, это испытание себя. По словам руководства республики, будет оказываться ребятам всяческая поддержка в работе студенческих отрядов. Студенты, которые участвуют в трудовых отрядах, получают опыт работы в команде, испытывают себя. Это уже второй год, я в студенческих отрядах, а здесь я очень жду, что в номинации «Лучший местный штаб студенческих отрядов» наш штаб займет первое место. На самом деле просто очень захотелось поехать работать в Ажатан, в Крым. И вот студенческие педагогические отряды, как раз-таки РСО, дало такую возможность. В рамках торжественной части форума были наградены победители республиканского конкурса «Студенческий трудовой отряд года-2017». По номинации «Местный штаб студенческих трудовых отрядов года» победителем признан штаб студенческих отрядов Елабурского института КФУ. Командиром года стала Ксения Зверева из ПО «Регион-116» Елабурского института Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюс. КФУ планирует повысить уровень знаний будущих абитуриентов. Более того, в течение года будет выяснено, насколько студенты удовлетворены образовательным процессом. Подробности расскажет Аделя Шимилова. В Казанском федеральном продолжается защита дорожных карт структурных подразделений. На этот раз стратегию развития до 2020 года представил директор института физики КФУ. Официально встречу открыл ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров, отметив, что главным критерием всего, что делает ВУЗ, должна быть востребованность. Это относится к научным исследованиям и к учебным программам. Главным критерием оценки должна быть востребовананость наших исследований, наших учебных программ. И по каждому направлению есть хорошие критерии, по которым можно оценить нашу деятельность. То же самое мы говорим во время приема. Прием надо рассматривать как результат правильного продвижения наших образовательных программ. Многие выступавшие, в том числе директор института физики Сергей Никитин, говорили о том, что институт работает над тем, чтобы заметно повысить уровень знаний поступающих в КФУ. Мы проводим занятия по подготовке к ЕГЭ в этих же аудиториях, по воскресеньям для школьников города Казани. Разбираем ошибки, пишутся тестовые ЕГЭ. Напомним, на ректорате, который состоялся 15 февраля, было принято решение объявить 2018 год годом качества образования. Так что в данной программе институт физики не составит исключения. В течение года будет проведено анкетирование студентов с целью выяснить, насколько они удовлетворены тем, как организован образовательный процесс. В первую очередь проанкетируют будущих астрономов. Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов в своем выступлении заметил, что Министерство образования является одним из ключевых работодателей. Более того, в своем докладе выступающий отметил, что у Министерства уже есть программа по привлечению талантливых студентов, обучающихся на педагогических специальностях. У нас есть программа по привлечению талантливых абитуриентов в наш университет, вернее в наши вузы, прежде всего на педагогические специальности. Я имею в виду стипендиальную программу, которую утвердил президент Республики, когда в течение всего срока обучения 15 тысяч ежемесячно доплачивается стипендия тем, кто подписал обязывающий договор на старте своего обучения. Далее. Первому заместителю образования и науки рассказали об идее Казанского федерального создать образовательную площадку в области физики и астрономии на базе Астрономической обсерватории имени Энгельгарта КФУ. Что касается дорожной карты и института физики, то решения по ней в этот день принято не было. Стоит отметить, что в заслушивании дорожной карты принял участие председатель попечительского совета и академик Ран Ренат Сагдеев. Он приехал в Казань, чтобы лично поздравить стипендиатов. Подробности вручения почетной премии мы расскажем в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Роман Самарин, Нивер Ньюс. В Казанский федеральный прибыл с визитом представитель посольства Франции в России. Какие вузы этой страны уже сотрудничают с КФУ, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Казанский федеральный университет. В Казанский федеральный университет ведет активное сотрудничество с вузами Франции. Наши исследовательские отношения с Казанским федеральным университетом и Францией очень теснее. Можно упомянуть совместную лабораторию между КФУ и городом Марселя, институтом института по нейробиологии. Помимо этого КФУ поддерживает образовательные программы и научные исследования со Страсбургским университетом, Французским институтом нефти и альтернативных источников и другими вузами страны. По словам АТАШЕ по науке и технологиям посольства Франции в России, вузы открыты к новому сотрудничеству с Казанским федеральным университетом. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюс. В Казанском федеральном прошла Всероссийская конференция Лобачевского. Чем удивляют юные гении, узнаем прямо сейчас. Оживленное волнение царило в минувшие выходные сразу в нескольких зданиях Казанского федерального. Волнение не случайно, ведь каждый из школьников принимал участие во Всероссийской научной конференции Лобачевского, где им предстояло выступить перед представителями Казанского федерального и поддержать активные дискуссии. И если обычно на данной конференции принимали участие школьники с 8 по 11 классы, то в этом году свои знания не побоялись показать юные гении 4 и 5 классов. Для нас такое количество участников, а всего приехало 183 участника из 9 регионов Российской Федерации, для нас, конечно, непривычно, необычно, но очень радостно, что такой отклик нашел Казанский федеральный университет в сердцах маленьких ребят. Для нас эта конференция, мы ее называем между собой «Малая», это некая такая вступительная работа. Казанский федеральный университет запустил новый проект, который поможет всем абитуриентам. Подробнее вы узнаете в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовал новый специальный проект в Инстаграме, который призван помочь абитуриентам, желающим поступить в Казанский университет. Проект получил название «Инсталайф», а его целью является проведение цикла прямых трансляций, на которых представители вуза ответят на вопросы не только абитуриентов, но и родителей. Абитуриентов интересуют возможности проживания в общежитиях Казанского университета, какие правила распределения детей. Также ребята интересуются формами обучения, направлениями. То есть, по сути, их интересуют все аспекты их будущей студенческой жизни. Обо всех прямых трансляциях можно будет узнать заранее на официальных страницах университета. Диана Шахидинова, Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Традиционно масленица не обошла стороной Казанский федеральный. Как сотрудники вуза отметили праздник, расскажет Анна Глазунова. Масленица – самый любимый и вкусный праздник. Отмечается он в течение недели перед Великим постом. Целую неделю продолжаются народные гуляния. Все готовят блины, выезжают на природу, сжигают чучело. Сотрудники Казанского федерального университета также с размахом отметили традиционный праздник проводов зимы. На территории астрономической обсерватории имени Ангельгарда КФУ собрались все любители вкусного праздника. Каждый желающий мог посоревноваться в умении печь блины и самостоятельно приготовить их на костре. Ведь так они намного вкуснее, чем дома. В программу входили и развлечения, такие традиционные забавы, как перетягивание каната, разбивание горшков, хороводы. Завершился праздник сжиганием чучела масленицы. Согласно древним языческим поверьям, считалось, что сгоревшее в этом костре переродится из пепла в новое и лучшее. Само ожигание сопровождалось хороводами, песнями и плясками. Ведь все провожают зиму и с нетерпением ждут теплой весны. Анна Глазунова, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok